МИД заявил, что инициативу о въезде граждан России по внутренним паспортам в Турцию будет трудно реализовать. Накануне министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавишаглу намеревался обсудить с Сергеем Лавровым возможность въезжать россиян в Турцию по внутренним паспортам. До этого он отмечал, что стороны достигли прогресса в обсуждении этого вопроса еще в 2015 году. Основная же трудность реализации этой идеи заключается в правовых аспектах использования внутреннего паспорта при выезде в другую страну. Ведь использовать российский паспорт можно только в России. Исключениями являются государства, с которыми Россия достигла высокого уровня интеграции. Пограничники этих стран хорошо владеют русским языком, поэтому конфликты на границах из-за языкового барьера исключены. В случае с Турцией недопонимание может стать причиной непредвиденных ситуаций. Кроме того, в паспорт Российской Федерации не могут вноситься посторонние пометки, в том числе и пограничные. Группа Аэрофлот со 2 апреля 2019 года вводит безбагажные тарифы на ряде среднемагистральных маршрутов авиакомпании России, а также ПАО Аэрофлот, где существует повышенный спрос на эту услугу. Безбагажные тарифы вводятся по многочисленным просьбам пассажиров, которые путешествуют налегке. Ранее из-за отсутствия в тарифной линейке безбагажных тарифов, такие пассажиры вынуждены были оплачивать неоказанную по сути услугу перевозку отсутствующего регистрируемого багажа. При этом на всех рейсах авиакомпании Россия и Аэрофлота по-прежнему продолжают действовать тарифы, включающие стоимость перевозки багажа. Введение безбагажных тарифов позволит снизить цены на билеты эконом-класса. На некоторых направлениях снижение стоимости минимального тарифа составит до 30%. Помимо безвизовой Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины и Македонии на полгода становятся безвизовой и Албания. С 1 апреля по 31 октября 2019 года отменяются визы для граждан России. Данные правила будут применяться в отношении граждан Российской Федерации, владельцев действительных заграничных паспортов, совершающих поездки в Албанию с целью туризма, либо частные поездки сроком до 90 дней. Австралийский миллионер открыл вакансию личного помощника и путешественника, который будет ездить с ним по миру и помогать ему вести бизнес. Об этом сообщает Daily Mail. Как заявил 26-летний предприниматель Мэтью Лепре, он ищет сотрудника для самой крутой работы в мире с зарплатой 52 тысячи долларов в год, чуть более 4 тысяч долларов в месяц. Путешествия, совмещенные с работой, сделали мою жизнь идеальной, и я хочу дать кому-то возможность тоже жить идеальной жизнью, поделился австралиец. Он уточнил, что кандидат должен не только любить путешествовать, но и разбираться в компьютерах, уметь пользоваться социальными сетями, быть организованным и амбициозным. Лепре также добавил, что ищет сотрудника, способного выйти за пределы своей зоны комфорта. Бизнесмен отметил, что тем, кто заинтересован в вакансии, стоит подписаться на его YouTube-канал и следить за его жизнью. Кандидаты должны хорошо разбираться в том, чем я занимаюсь.